Спасибо огромное, Татьяна. Ну что, коллеги, я с вами. И у нас час на то, чтобы поделиться мне с вами простыми приемами для вовлечения. Я рекомендую блокнот с ручкой держать под рукой, потому что у меня такая насыщенная информация, и я всегда стараюсь, чтобы каждый унес с собой хотя бы несколько вариантов для себя. А это значит, что приемов будет гораздо больше, чем вы сможете с собой нести, и лучше фиксировать, иначе будет ощущение, что что-то было, но что именно, вспомнить будет сложно. Ну, несколько слов обо мне. Татьяна меня уже представила, я руковожу Педагогическим конструкторским бюро, и в нашем бюро мы создаем для педагогов, для вожатых, для методистов, для классных руководителей инструменты, которые позволяют проектировать вовлекающие сценарии быстро, с удовольствием, и как бы этот процесс проектирования добавляет энергии. И с некоторыми из этих инструментов мы с вами сегодня прямо поработаем, а некоторые игры – это такой долгий процесс, и те, кто придут на курс технологии вовлечения, у них будет возможность поиграть. Если вы хотите идеи получать практически каждую неделю, то вот в Инстаграме по четвергам у нас каждый раз новая идея, и вы можете подписаться и постоянно подпитываться этой энергией новых идей. Ну, а мы начнем. И начнем с, наверное, того, что позволяет нам всегда иметь какие-то новые, свежие идеи. Один из самых сильных таких наших коньков, я бы так сказала, да, то, что есть во всех наших играх, во всех наших вебинарах, это использование ассоциаций на всех уровнях проектирования, как простых ассоциаций, так и литературных ассоциаций. Что мы делаем? Когда мы придумываем необычные форматы, мы стараемся заглянуть и посмотреть немножечко под другим углом зрения. Ну, например, вот Наталья, библиотекарь, да, и в прошлом, или, по-моему, даже это позапрошлый год, в библиотеке появилась такая книжная елочка, и на елочке висел такой вопрос. Книгу какого цвета ты хочешь сегодня выбрать? Согласитесь, мы редко выбираем книги по цвету обложки. А что, если попробовать? Что, если попробовать выбирать книги определенного цвета? Например, у нас неделя красных книг в библиотеке или неделя коричневых обложек. Согласитесь, ученики заглянут к нам и посмотрят, может быть, если у нас не библиотека, может быть, у нас одна книжная полка, и мы будем искать на этой одной книжной полке все обложки определенного цвета. Проблема современного ребенка в большей степени в том, что он все получает без усилий. Любую книжку, пожалуйста, никаких очередей практически не бывает. На любую тему. И вот это богатство выбора, которое не дает возможности сфокусироваться, сосредоточиться и получить что-то желаемое. Вот история с цветными обложками – одна из идей, которую мы можем взять. Ну, или когда мы превращаем через ассоциации любое событие в некое такое стилизованное. Мы так делаем и с мероприятиями, и с какими-то открытыми событиями, и с курсами, и с занятиями, и с уроками, да, и с тем, что происходит вокруг нас. Поэтому независимо от того, чем вы занимаетесь, вы преподаете или работаете в библиотеке, вы можете использовать эти приемы. Ну, например, мы решили, что на этой неделе у нас в библиотеке будет лабиринт. Мы уже начали с вами, да, цветные обложки, и можно бродить как угодно. Здесь, кстати, за QR-кодом спрятан большой вебинар, который мы год назад проводили в Директ-Академии. Оно так и называлось, занятие как лабиринт, да, вебинар назывался. И если кто-то захочет все идеи собрать, можно по QR-коду будет потом посмотреть. Ну, а мы начинаем с самого начала. Дверь в библиотеку, дверь в класс, или, если вы работаете в онлайн-формате слайд, который приглашает в это путешествие отправиться. Ну, например, вот так. Как только появилась у нас какая-то необычная идея, мы стараемся создать атмосферу, добавить какой-то реквизит, который будет погружать в нечто необычное. Ведь когда мы позволяем ребенку немножечко уйти от реальности, от действительности, которая его окружает, погрузиться в мир книги, в мир сказки, в мир путешествий, в мир приключений, то всегда появляется желание посмотреть, а что же там в этом мире заглянуть. Вот одним глазком мы даем заглянуть сразу, прикрепив просто красивую картинку, или добавив необычных слайдов в нашу презентацию, или разместив афишу на дверях школы с таким приглашением. А потом, соответственно, мы уже добавляем эти приключения и путешествия внутрь. Вы видите, здесь есть точечка, вы здесь, а значит впереди какой-то маршрут, и я вижу, что там отвечают по поводу презентации, в самом начале об этом говорили, все будет. И, соответственно, вам нужно пройти этот путь. И один из вариантов пройти путь по лабиринту – это квест. Пожалуйста, мы запускаем квест, начали с поиска книг определенного цвета в библиотеке, а дальше мы усложняем задачу. Например, мы просим найти определенные цитаты в каких-то книгах. И, конечно, если мы просто размещаем цитату и название этой книги, ребята, скорее всего, найдут нам, например, автора книги, просто погуглив. Но мы усложняем задачу. Именно на странице, на которой находится эта цитата, мы, например, прикрепляем стикер с каким-то отдельным посланием. Скажете, что легко будет найти, пролистав всю книжку этот стикер. Ну, если вы не против, то можно делать и вот такие вещи. Да, вот у меня черный блокнот, ручка, и мы на странице с этой цитатой можем оставить секретное послание невидимыми чернилами, которые ваш ребенок сможет прочитать только если он принесет нам эту книгу, а там какая-то пометка или что-то. Ну, если вы не считаете, что таким образом мы портим книги, нанося невидимыми чернилами что-то. Это будет настоящий загадочный квест. И, конечно, когда мы выстраиваем серию неких препятствий, нашим ребятам становится интересно заглядывать к нам каждый день. Вспоминайте детство, перекидные календари. Это, наверное, была самая любимая, ну, так скажем, информация, которую каждый ребенок получал в своем детстве тогда, когда книги были в дефиците. Потому что каждый раз в перекидном календаре было что-то новенькое. Новая информация, новые факты, новые данные там про восход, про заход, еще что-то. Вот у вас должна появиться такая же информация, обновляемая каждый день. И тогда вы будете привлекательны, потому что каждый день что-то новое. Но этот эффект, если кто в социальных сетях живет, это эффект сториз. Сейчас, когда появляются истории, которые живут ровно час. И все, кто не успели посмотреть эти истории, остались без какой-то важной, ценной, полезной информации. Ну, а мы продолжаем. Например, в следующую неделю мы квест решили усилить детективом. Мы решили провести занятие или мероприятие, или какое-то событие, как детектив. И у нас сразу, вокруг нас, появляется что-то необычное. И давайте сейчас прямо в чате устроим такой мозговой штурм. Вот если вы решили, что ваша библиотека будет как-то связана с детективом. Какие необычные атрибуты, какой реквизит могут появиться у вас, чтобы ребята приходили и спрашивали, ой, а что это? А почему это? И вы рассказывали, что у вас неделя детективов. Итак, лупа появилась, трубка появилась, стрелки на полу, оружие, бинокл, увеличительное стекло, лупа, шляпа, карта, следы, пятно, трубка, письмо с шифром, следы, шляпа, цилиндр, перчатки, наручники, микроскоп, лупа, следы, отпечатки пальцев, скрипка. И еще какие-то элементы, которые дохимические реактивы, вязание, запертый чемодан. Вы видите, мы сразу запускаем наши литературные ассоциации и пускаем оттуда какие-то, да, образы. Я понимаю, что этот процесс может быть и не остановится. Уверена, что вы читаете чат, да, и кепка Шерлока Холмса, и стопка книг детективов и так далее. Но как только это что-то появилось, это сразу стало центром внимания. Всем интересно, а что это, а почему это. А если еще какие-то факты из детективов, мы там загадочное убийство или еще что-то, как афиши вот так разместим на двери библиотеки или еще где-то по коридору, такие как следы будут вести из цитат к нашей библиотеке, то, конечно, ребята придут и спросят, что это у вас тут. Да, про труп, да, вижу. Вот. И ребятам будет интересно заглянуть, а почему это вдруг у нас неделя детектива. Конечно, скорее всего, мы это свяжем с вами с какой-то датой, дата выхода книги, юбилей одного из авторов детектива. Всегда мы найдем какое-то событие, потому что у нас действительно в библиотеке с датами проблем обычно не бывает. И дальше мы выстраиваем уже наше занятие как детектив. Мы говорим, что у нас неделя детективов или месяц детективов здесь вы вольны выбирать. И тот, кто прочитает там три, четыре, пять книг, попадает на отдельное событие, попадает на событие, связанное с детективами. Возможно, это викторина. Возможно, это какая-то загадочная сценка, которую с детектива разыграют ребята. Возможно, это просмотр фильма по какой-то книге. Но важно, что мы не просто размещаем афиши и приглашаем всех желающих на это мероприятие. Мы приглашаем только тех, кто прочитал определенные книги. И тогда читать книги становится гораздо интереснее, чем просто прийти на мероприятие о какой-то книге. У нас есть дополнительные вот эти вот усилия, дополнительные ограничения, которые заставляют нас прислушаться, присмотреться и вчитаться. Что еще? Вот у нас тема детектива вызвала... Сделать вид не получится, там же все-таки вопросы будут, будут задания, будет еще что-то. И как только вы в какую-то тему погружаетесь, все вокруг становится связано с этой темой. Вот мы буквально в начале ноября проводили такую педагогическую мафию в Санкт-Петербурге, собирались педагоги, проектировали вовлекающие сценарии игр. И вот это некоторые атрибуты, которые у нас были, да, конверт, спечатанный сургучной печатью, внутри содержащий какую-то информацию. Те самые тайные послания, которые я вам уже показывала. Да, то есть, прочитав книгу, например, ученик имеет возможность взять этот блокнот. Ну, то есть, он приходит, показывает вам, что он нашел нужную цитату на такой-то странице, вы выдаете ему блокнот, вы даете ему волшебную ручку, и он читает. Ты приглашен на такую-то там загадочную встречу для тех, кто прочитал эту книгу. То есть, вот эти вот дополнительные условия всегда стимулируют делать больше, чем изначально, да, ну, хочется, чем мы можем, и так далее. Попав один раз на такую вечеринку, дальше, уверяю вас, ваши ученики будут читать все, что может привести их на какое-то отдельное такое закрытое событие. Ну, у нас было это все вот так, и вот здесь еще одна идея, которую тоже можно брать себе, вот эта мимология для чайников, если кто-то не знает, это такой оригинальный набор чая, где вместо, на чайных пакетиках, вместо бирки фирмы есть цитаты, и вот такой чайный домик в своей библиотеке с цитатами из книг, мне кажется, может любой сделать даже сам. То есть чайный пакетик с цеплером к бирке прикрепляется цитата, и чай с библиотекарем или чай в библиотеке становится особым событием, потому что это повод поговорить о книге, это повод задуматься о цитате, из какого произведения тебе досталось и почему. А может быть, мы на этих листочках, на этих бирочках добавим «найди» кому-то цитата, а кому-то будет написано «найди книгу с таким-то названием или найди книгу по описанию». Она стоит на самой верхней полке, у нее там, не знаю, кожаный переплет, но это вы сами можете придумать, что это тоже интрига. Тебе случайно вселенная подбросила какую-то книгу. Ну, если с чаем у вас возможности нет сделать что-то, ну, пожалуйста, просто простые карточки, при входе есть некая банка или это какой-то типа лохотрон, лототрон, да, вот такая вот вещь. И ученик крутит барабан, вытаскивает, ему достается книга. И если эту книгу подсказала вселенная, наверное, она тебе зачем-то нужна, да, то есть вот эти вот мелочи такие жизни, которые заставляют задуматься, а почему это вдруг именно мне эта книга, наверное, в ней что-то есть. И выбор сделать книги самостоятельно детям достаточно сложно, но когда это подбрасывает кто-то другой, этот выбор, то, соответственно, уже невольно поверишь, прислушаешься и пойдешь смотреть. Вы можете сделать такие банки, да, для разного возраста, там, не знаю, для начальной школы, для средней школы, для старшей школы или по тематике, детективы, там, сказки, не знаю, фэнтези и так далее, чтобы ребята приходили и уверенно, что будут приходить даже те, кто ни разу не приходил. Просто проверить судьбу, гадание, вообще такая модная тема, поэтому можно эксплуатировать, ну, в разумных пределах. Что еще? Вот такой сервис, я думаю, что многие из вас с ним знакомы, сервис называется WorldWall. Он позволяет делать необычные упражнения, связанные со словами. И вот здесь перед вами такая доска слов. Она тоже может появиться у вас на двери библиотеки, или вы можете выдавать каждому участнику «Найди слово» здесь на этой доске, а я тебе подскажу книгу, в которой, ну, например, здесь могут быть имена героев или название книг, да, которые односложные, или какие-то предметы, да, те же предметы из детектива. Ну, кто здесь какое слово нашел? Здесь больше десяти слов спрятано, они по диагонали, по горизонтали и как угодно. Вижу, подарки все нашли, белку кто-то нашел, елку, рыба, подарок, вижу. Ну, то есть, с легкостью, если ваш ребенок найдет слово «белка», вы же вспомните, какие книги ему можно порекомендовать? Может быть, сказку, где белка орешки грызет, а может быть, повести Белкина, да, порекомендуем, объяснив, что Белкин и Белка вообще-то взаимосвязаны. То есть, вот такие цепляющие какие-то крючочки, которые заставляют, да, вижу все больше и больше слов находить, их вообще здесь, по-моему, 10 или даже 12, но если вы откроете их в сервисе, то там еще в электронном формате мы можем устраивать соревнования. То есть, если вы проводите мероприятие, то пока ребята собираются, например, каждый открывает, ищет эти слова, сервис подчеркивает выделенные слова, выделяет, да, и показывает результат, кто быстрее, кто медленнее, поэтому вот такой способ тоже можно использовать. Если вдруг с этим сервисом не знакомы, это не единственное упражнение, которое там есть, там есть в интерактивном формате все наши игры, виселица, слова, всевозможные викторины, шоу, да, это тоже все можно там упаковать, и раз в неделю, например, у вас появляется такая доска слов с поиском, кто нашел 10 слов, получает книгу вне очереди. Помните, я говорила, даже если у вас никаких очередей на книге нету, создавайте их искусственно, потому что если есть ажиотаж, то есть и интерес. Но мы двигаемся дальше, вовлечение, мотивация, да, я же так или иначе говорю про вовлечение с вами, и вот развести два понятия. Если мы говорим про мотивацию, то мы апеллируем чаще к силе воли и к тому, что надо, должен делать так, да, будешь умным и прочее, прочее, но я утрирую, конечно. А когда мы говорим про вовлечение, то оно действует немножечко по другому принципу. То есть я сначала за что-то зацепился, я увидела афишу на двери, я увидел какое-то задание, я увидел некие загадочные следы на полу, я заинтересовался, а что это, мне интересно узнать, а что будет дальше, и есть некая моя обратная связь, мой отклик. Я пришел и спросил, или я посмотрел, или я погуглил, а вот дальше я понимаю, что мне интересно узнать, что дальше, я хочу, а вот могу или не могу не всегда известно, потому что иногда для могу мне надо взять книжку или узнать, где это можно прочитать, или задать вопрос, или куда-то прийти. И тогда срабатывают немножечко другие механизмы, и современные дети как раз на эмоции чаще откликаются, чем на все, что связано с надо и должен. И как вовлекать? Вот я с вами приемами делюсь. Куда мы вовлекаем? Мы вовлекаем с вами так или иначе в читательскую деятельность, в библиотеку, книгам, да? Ну, а зачем вовлекать? К сожалению, мир таков, что мы сейчас живем с вами в таком потоке информации. Уверена, вы знаете, что современный человек получает за день столько информации, сколько средневековый получал за всю свою жизнь. И поэтому вовлекают все и везде. Все хотят захватить внимание наших с вами детей, да и взрослых тоже. И поэтому нам тоже приходится выделяться, привлекать внимание и фиксировать внимание на книгах, фокусировать. Сейчас очень сложно вот в этом мире клипового сознания, где постоянно все мелькает, заставить, да, посмотреть, сосредоточиться и хотя бы прочитать название книги, да, для старта. Ну, и я продолжаю делиться всеми этими приемами, как мы все это можем использовать в библиотеке. И мы пробуем и находим то, что откликается именно у вас. Какие-то приемы вам могут показаться из серии какой-то сумасшедший дом, и это тоже может быть нормальной реакцией. Какие-то приемы вам могут показаться, что это не про библиотеку, а больше для учителей, но я уверена, что среди нас здесь есть и те, кто привлекают на своих уроках к чтению, да, и это немножечко другие приемы. Ну что, а мы продолжаем. Так, секунду, не поняла, что у меня тут прыгнуло. Это я нахулиганила, сейчас одну секунду или пролистаю, быстрее будет. Скучайно. Вовлеченность так называемая нулевого уровня. То есть, если мы не информируем о том, что у нас есть в библиотеке, если ученики не знают, когда, что работает, не понимают, как, да, им взять книгу, как прийти на какое-то событие, нет у вас той самой доски объявлений, нет какой-то навигации, то привлекать дальше почти бессмысленно. То есть, нужно вот этот нулевой уровень вовлеченности обеспечить. Некие вот эти фрагменты знаний по стенкам всей школы, которые ведут к нам, некие следы и так далее. Да, я вижу, проблема эта у нас у всех общая, что массовые групповые занятия под запретом, но индивидуально ребята приходят, да, и мы можем все равно, мы можем эти группы организовать в онлайне обсуждения, а привести их книги и читать, да, обсуждать в онлайне, все равно мы можем это организовать. Понятно, что это не всегда просто, но возможно. Ну и все равно надеемся на лучшее, все равно будут у нас те времена, которые мы, да, в которые мы сможем массово проводить занятия. Не просто, конечно, всем. Группа 3-5 человек, группа из одного класса, ребят, да, то, что разрешено. Пока работаем так, как получается, увы. И для вовлечения мы используем вот этот вот Octalis, инструмент, который изобрел Юкачу для создателей игр, ну, онлайн-игр и обычных игр. он выделил 8 драйверов увлечения, и мы стараемся вот эти драйверы увлечения в своей работе чередовать. Конечно, идеально, если все эти 8 драйверов увлечения будут у вас встречаться там в течение недели, например, но если вдруг, да, какие-то вы будете случайно пропускать, ничего страшного. И мы сейчас по каждому из этих драйверов с вами пробежим, и найдем несколько идей, как этот драйвер запустить. Драйвер увлечения или ядро мотивации, то, что есть у каждого из нас, то, что срабатывает, вот те самые крючочки, да, которые цепляют, и как мы их будем задействовать с вами. Ну, смотрим. Первый драйвер высший смысл миссия. Вспоминайте, это наш с вами любимый литературный драйвер, потому что он в литературных произведениях активнее всего срабатывает. Когда у нас есть некая легенда, некий мир, некие герои, мы погружаемся в особую реальность, и там, да, у нас есть некая миссия. Либо нам надо срочно спасти мир от чего-то, либо помочь героям, либо решить какую-то проблему, либо спасти героя. Этот драйвер взят из литературы, но он позволяет каждому почувствовать себя тем самым героем, который может спасти мир. Я вижу, началась дискуссия о невозможности сейчас работать полноценно. Давайте пока эту дискуссию отложим, будем искать приемы, которые мы можем взять для своей работы, а наши условия реальной жизни, их, конечно, тоже стоит обсуждать, но, наверное, в рамках какой-то другой темы, иначе мы сейчас уйдем в негатив, не хочется сейчас об этом. И, безусловно, вот здесь тоже можно подкидывать разные вещи, связанные с историями. Ну, например, река, метафорическая карточка у меня здесь, и мы начинаем с ребятами вспоминать все книги, где так или иначе действие связано с рекой. И, например, у нас рядом с картинкой висит список листок бумаги, и ребята пишут там название произведений списочком, в которых есть река. Ну, во-первых, расширяет кругозор остальных ребят, во-вторых, мы можем тому, кто назовет больше всего книг, пообещать очередную книгу вне очереди или какой-то еще подарок. И поэтому мы каждый раз, придумывая новую зацепку, новую историю, где мы это можем поискать, мы тем самым, с одной стороны, развиваем то самое ассоциативное мышление, связывать книги, например, по какому-то предмету, а с другой стороны, мы можем таким образом списки книг формировать по разным направлениям. Мы часто по жанрам формируем, по авторам формируем, по рекомендации по возрасту. А вот такой необычный взгляд, ну вот, если кто не знаком, книга есть «Мировая литература в инфографике», вот там тоже много идей по поводу того, как необычно посмотреть на книги, да, с какой точки зрения. И можно вот прямо оттуда эти идеи брать и давать как задание ребятам группировать книги. Что еще? Ну, например, некие истории вытаскиваем из книг, помните, платяной шкаф из «Хроник на Арнии», и мы можем нарисовать этот шкаф, изобразить этот шкаф, да, и все истории, в которые так или иначе связаны со шкафами собрать. Можно в буквальном смысле, то есть у нас есть те же стикеры, ребенок пишет название книги, в которой как-то задействован шкаф и приклеивает на этот плакат в виде шкафа. Можно по одной книге собирать, да, то есть, пожалуйста, вы можете смело эти варианты использовать. Или мы можем давать роль, то есть сегодня ты в роли критика какой-то книги, ты ее знаешь, ты ее изучил, и ты можешь сказать, не знаю, что в этой книге можно изменить. Или сегодня ты в роли продавца этой книги, твоя задача разрекламировать ее так, чтобы все ее могли купить, ну, условно купить, да, захотеть ее прочитать. То есть, вот всегда, когда у нас есть высший смысл, нам важно четко понимать цель, для чего нам это нужно, и конкретный результат. У нас конкретный результат – это всегда прочитанная книга. двигаемся дальше. Вы заметили, что вот у меня на слайдах много разных персонажей, и вот эти персонажи могут быть тоже на ваших слайдах или на плакатах, которые у вас висят. Можно одного сквозного персонажа, можно менять персонажей, брать персонажей из разных книг, и вот такие реплики, такое оформление, оно создает тот самый диалог и эффект присутствия, то есть ваши ребята постоянно чувствуют, что они на связи с библиотекой, даже если вы постоянно не разговариваете с ними, то есть вот этот вариант может быть. Еще вот у меня тут кусочки головоломки время от времени появляются некие кусочки головоломки, код, штрих, еще какие-то варианты и соответственно по этим кусочкам, которые ребята внимательно собрали, опять-таки потом есть вход на какое-то закрытое мероприятие, закрытое событие, даже если оно в зуме. Следующий драйвер исследование творчества, но мне кажется здесь тоже все в наших руках, потому что любая книга это возможность для исследования и любая книга это возможность для творчества. Как это можно проявить? Ну, прежде всего, исследование и творчество это всегда про свободу выбора, поэтому мы в библиотеке на любой полке эту свободу выбора можем обеспечить. Это вариативность, мы можем предлагать на одну и ту же тему несколько книг, да, и возможность творческой самореализации. Хочешь, напиши историю, хочешь, напиши эссе, хочешь, сыграй сценку из прочитанной книги, хочешь, создай, ну, некий, там, не знаю, комикс или видеоисторию на основе того, что ты узнал. И, безусловно, прочитанная книга, ей всегда хочется с кем-то поделиться, то есть, вот, клуб любителей книг, пусть это будет в онлайн формате, если у вас нет сейчас, пусть это будет группа в социальных сетях, где ребята будут делиться впечатлениями о тех или иных книгах. Это всегда работает как эффект заражения, сарафанное радио. Он прочитал, о, там об этом, я тоже об этом хочу прочитать. Еще формат наш, который часто используем в работе с педагогами и с учениками, и его тоже можно адаптировать для библиотек и для читательской деятельности. Креативный вызов, карточка с вопросами, которые заставляют проверить, они слабо ли мне, ну, например, вот это как раз то, что у нас в Инстаграме тоже бывает часто, можно ли научить складывать оригами по данной теме. Вот из книги выбираем что-то, что мы можем сделать в виде оригами и даем конкретную какую-то схему. Или меняем, да, мы про это с вами уже говорили, меняем библиотеку, меняем наш класс, меняем актовый зал, если вдруг когда-то вернется возможность больших мероприятий. И у нас все в стиле детектива. Сделаем видеоисторию какой-то книги, пусть это будет рекламная видеоистория или фрагмент из истории. Ну, и всевозможные сервисы, всевозможные онлайн-форматы, которые мы тоже можем задействовать по QR-кодам, считывать информацию, узнавать какие-то важные, да, данные. Вот здесь сервис кахут, уверенно, вы с ними знакомые. Это такая интерактивная викторина, да, которую можно запускать как в зале, так и в онлайн. Ну что, еще вариант, да, использовать хобби учеников на уроках для чтения книг. Ну, например, мы можем с вами, да, устроить кулинарное шоу в библиотеке и изучать те блюда, ну, не в буквальном смысле, да, то есть не готовить, вряд ли у вас есть такая возможность, а изучать те блюда, которые есть в книгах. Уверена, что ребята сразу вам вспомнят Гарри Поттера и все экзотические блюда из Гарри Поттера, но, возможно, они возьмут и какие-то еще блюда, вспомнят, например, из мертвых душ, да, какие-то кулинарные пристрастия или еще откуда-то, то есть можно подбросить, и мы собираем на этой неделе кулинарные блюда из литературных произведений, лучшие рецепты, ну, а желающие могут дома приготовить по этим рецептам и рассказать, насколько это вкусно. Или мы можем попросить провести рекламную акцию определенной книги, то ли сделать афишу, то ли сделать видеоролик, то ли ходить всем рассказывать, возьмите эту книгу в библиотеке, потому что в ней то-то и то-то или то-то. Ну, про киар-коды сегодня уже много говорила, мы их тоже можем задействовать на всех уровнях, как тот самый рекламный плакат, как приглашение в какую-то нашу группу, как информация о книгах или те самые следы в детективе, да, некие улики, спрятанные за киар-кодами, пожалуйста, все это мы можем задействовать. В игре про Мария Ивановну мы вот эту возможность выбора реализуем через возможность вот такие карточки, двойные. Что бы вы предложили? Составить чек-лист по теме или составить конспект сумасшедшего? Ну, если кто-то не знает, конспект сумасшедшего отличается от обычного тем, что он нелинейный. Мы выписываем тезисы, выписываем цитаты, и два наших ребенка, которые читали одну и ту же книгу, потом пытаются угадать, кто что из книги вынес. И на самом деле это всегда открытие, потому что мы читали одно и то же, но он обратил внимание вот на такие вещи, а я обратил внимание совершенно на другие вещи. И вот это взаимоопыление дает возможность почувствовать глубину и заметить то, что многие современные ребята в силу поверхностности такого чтения, то есть глубину часто не замечают, вот это возможность обратить внимание. Или мы даем из книги задание расставить реплики по порядку, как проходил диалог, или дополнить диалог своими репликами. То есть такое более творческое задание. Мы берем реплики из конкретной книги, а вот ты должен отвечать, если бы ты был на месте этого героя, как бы ты отвечал на эти вопросы. И вот такая возможность почувствовать себя со-участником книги всегда дает возможность по-другому относиться. То есть книги это не только источник информации, это возможность творческой самореализации. и так уж сложилось, что современные ребята по-другому книгам относятся, им надо показывать эти возможности. Часто ни родители, ни кто вокруг не подсказывает, даже как это делать. Что еще? Доска детектива. Помните, мы начинали с вами, что мы собираем, читаем детективы, и мы устраиваем вопрос про чек-лист, думала, все знают, это то, что есть у пилотов. Первый шаг сделал это, второй шаг сделал это, третий шаг сделал это. Из любой книги мы можем составить чек-лист, если там описан какой-то процесс. Если говорить про кулинарию, про которую говорили только что, то как приготовить блюдо, приобрести такие-то ингредиенты, разложить, скипятить, вот это все, последовательность, инструкция, алгоритм действия, это в виде чек-листа, когда мы, у нас есть такой квадратик, и мы ставим галочку и плюсик, что это выполнено. Вот инструкция от чек-листа отличается глобально именно этим. Доска детектива. Мы читаем детективы, и важные факты появляются у нас на некой доске. Например, появляются действующие лица, причем книг несколько, поэтому каждый помещает свое. Ну, а на первых порах вообще это наша с вами задача, мы-то знаем все эти детективы. То есть мы начинаем, а ребята должны дополнительные улики собирать, там кусочки карт, еще что-то. Один вариант, когда собирают. Другой вариант, когда мы берем конверт, и в конверте выдаем им готовые эти улики, героев, еще что-то, а они, читая книгу, выстраивают, выстраивают эти все кусочки в некую цепочку, ниточкой или связывают, еще как-то. то есть ты читая книгу, собираешь все эти материалы и разбираешься как детектив в том, что там происходит. На сервисе WorldWall здесь вот по QR-коду спрятано, мы можем такую доску детектива тоже в электронном виде сделать, если возможности точно работать у вас сейчас нет. Или мы просто даем ребятам конверт и говорим все важные факты, улики, записывай на листочек, нам они пригодятся и в какой-то момент эту доску детектива собираем вместе. То есть доской детектива много разных вариантов и разных возможностей работы есть, но я несколько вам представила. Что еще? Еще формат вот такой коробка героя. Это не наша идея, идея на сервисе Bebung подсмотрена, когда мы собираем набор предметов, которые принадлежат какому-то литературному герою. То ли мы берем обувную коробку, то ли мы делаем это в онлайн формате, как я в сервисе К2. И вот эти предметы появляются и задача угадать, а какому герою все эти предметы принадлежат. Ну, я уверена, что вы мою разгадали историю, коробку героя, которая есть здесь. Подскажете, кто у меня тут зашифрован. А дальше просто читая любое произведение, вы, ну, конечно, Алиса, вы всегда думаете, так, вот есть у него трость, есть у него котелок, есть у него еще что-то такое особенное, и находите. Не обязательно, конечно, здорово, если вы прям в реальном формате принесли настоящий котелок, да, если у вас богатая костюмерная, вы можете собрать эту коробку реально. Но если нет такой возможности, ребята не обидеться, если это будет обычная коробочка, даже нет под рукой сейчас, но обычная картонная коробочка, в ней просто картинки, да, по нужной теме. Это тоже будет коробка героя, которую интересно разгадывать. Что еще? Всевозможные вот эти кукольные театры, картонные, сделанные в коробочке с помощью, там, больших таких палочек для барбекю, и всевозможные лэпбуки, да, когда мы информацию из книги преподносим вот в таком творческом формате. И это тоже всегда, да, для нас новая возможность. Не буду здесь долго зависать, я думаю, что это как раз то, что вы делаете достаточно часто. Видите, наша многорукая библиотека поняла, что возможностей очень много, мы можем все это создавать, ленты времени, квизы, буктрейлеры, лэпбуки, все, 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 но когда? И здесь главное обеспечить себе вот те самые дополнительные руки. Ребята с удовольствием будут это делать сами и с удовольствием будут подзаряжать вас, нереально одному человеку все это делать и придумывать, но ваша задача запустить, запустить этот эффект такого срафанного радио, а дальше все будет дальше, дальше и дальше. Ну, например, тот драйвер, который связан с социальной значимостью, когда мы делимся всем, что происходит, и получается, что у нас везде мы даем эту возможность делиться книгами, делиться отзывами о книгах, делиться фотографиями с наших мероприятий, фотографировать нашу коробочку героев, фотографировать улики, которые они собирают. Ребята сами публикуют в своих социальных сетях то интересненькое, что происходит у вас, и вы не заметите, как потоки и очереди выстроятся в вашу библиотеку, потому что всем захочется посмотреть, а что это там такое необычное происходит. Если вы будете устраивать даже зум-вечеринки книжные, когда нужно будет переодеться в костюм героя, да, и рассказать его историю, то это тоже будет у вас всегда вызывать неимоверное желание поучаствовать. Любопытство тайна это еще один из драйверов, мне кажется, сегодня мы с ним поработали на славу, я вам уже показывала всевозможные тайны и послания, но немножечко еще остановлюсь на проектировании впечатлений. Чувствуйте, что вы дизайнер впечатлений, вы не просто библиотекарь или предпедагог, вы создаете эти впечатления, подогреваете их постоянно, и главные элементы любого впечатления это ожидание, предвкушение, вот та самая искусственная очередь, которую мы создаем, некие ощущения, которые во время чтения, те эмоции, которые переживают наши участники, и безусловно некое осмысление послевкусие, которое уносят ваши ребята с собой. И когда мы эти три элемента продумываем, то даже на этом мы можем уже создать невероятный ажиотаж про любую книгу. Ну, а непредсказуемость, она всегда связана с некими сюрпризами, с эндригами, и еще один формат «Ночь в библиотеке» для самых заядлых читателей, для тех, кто постоянно с вами раз в год мы собираемся, ну, конечно, не совсем ночью, но вечером, часов в 10 вечера, когда темно, и рассказываем друг другу, ну, например, страшные истории из прочитанных книг или что-то еще. И это такой гвоздь программы, который точно превратит вашу библиотеку в любимое место всех. Ну, может быть, вы соберетесь и поиграете в какие-то настольные игры, так или иначе связанные с книгами. Это тоже всегда дополнительная возможность пообщаться по тематике книг. И, конечно, вот этот дух соревнования, что мы первые, мы успели прочитать книги, или мы даже чай ходим пить в библиотеку, это создает вот эту домашнюю уютную обстановку, в которой просто невозможно не читать. Если я хочу к этой обстановке присоединиться, то я должен читать, по-другому не бывает, там все читают, иначе мне не о чем будет говорить. Ну, еще несколько вариантов, вот, например, творческие ребята могут вот такие создавать необычные портреты. С одной стороны, просто портрет, а с другой стороны, эти портреты созданы все из строчек стихотворений или из биографии авторов, или из его произведений. То есть есть ребята, которые рисуют, если вы им подбросите вот идею создать портрет из литературных строчек, это, безусловно, будет для вас, да, благослов, безусловно, будет для вас украшением вашей библиотеки, а для них возможностью так самовыразиться. Или тоже идея не новая, уверена, что у вас тоже она может быть, такая книга с сюрпризами, когда книги завернуты в обложку и подписаны словами тех, кто их прочитал. То есть некая загадка, интрига создана, и можно взять книгу с этой полочки, ну, только чтобы вернуть, тоже завернув и прочитав, да, прочитав послание, ну, понять, угадал или не угадал автор. Вот такая полочка с сюрпризами тоже всегда идет на расхват. Еще, так или иначе, драйвер может быть из негативных, но каждый из нас боится чего-то потерять, хочет обеспечить себе безопасность и не очень любит негатив. Но для того, чтобы драйверы в увлечении срабатывали все, его тоже нужно задействовать. Отсюда всевозможное, темное, тайное, загадочное, но манящее. И здесь все, что связано с всевозможными квестами, испытаниями, бонусами, некие сгорающие, там, не знаю, задания, или тот, кто успеет прочитать до такого-то числа, сможет получить дополнительно какое-то задание. Но кто не успел, тот опоздал. И вот здесь всегда у нас есть такой соблазн. Могут быть, конечно, штрафы. Я, например, не люблю штрафами мотивировать, вовлекать, но есть люди, которые без штрафов не могут, и, возможно, кого-то из ваших учеников тоже нужно. И возможность рискнуть и что-то попробовать, это то, чего жизненно не хватает современным, особенно подросткам. Мы сейчас охраняем их на всех уровнях, практически под колпаком держим, и отсюда так популярны всевозможные вот эти секты, да, и так далее. И вот если мы даем возможность рискнуть, попробовать и все это сделать, соответственно, дальше вы можете с легкостью давать возможность вот здесь, ты можешь взять свою ответственность на себя по полной. Ну, дефицит недерпеливости. Вот меня сейчас тоже уже прижимает, у нас осталось буквально пять минут, а идеи не кончаются, и уверена, что вы, как жадные, тоже хотите забрать все-все-все идеи. И ограничение любых ресурсов вызывает желание этим обладать. Я уже говорила про очередь на редкие книги, которые мы можем создавать даже искусственно, ну, а еще напоминание о каких-то сроках, какие-то возможности для любопытных, ощущение вот этой срочности, что кто успел, кто успел, стимулирует ускоряться и читать немножко быстрее для тех, кто не медленно растягивает удовольствие, для тех, кто забывает читать, для них важно напоминать о сроках. Ну, контроль, чувство собственности, всевозможные викторины, сертификаты, баллы, бэджики лучшему читателю, я думаю, что есть у вас, и вы этим тоже пользуетесь, не забывайте, и хорошо, если ребята друг к другу придумывают сами эти сертификаты, бэджики и какие-то маленькие призы. Ну, нестандартные форматы, я уже про кулинарное шоу чуть раньше говорила, мы вот, например, делали еще такую подготовку к ЕГЭ со вкусом, и у нас появлялась ассорти аргументов для сочинения или нарезка терминов, которые надо запомнить, и вот эта необычная подача, она всегда привлекает интерес. Всевозможные послевкусие, да, унести что-то на память, ну, наша любовь сургуч, мы все запечатываем сургучом, с ребятами, без ребят, или даем конверт, да, уже сургучной печатью, который надо заклеить с определенной ниточкой, веревочкой, или, да, еще какие-то загадки, тоже то, что мы любим, формат читательский дневник, но не в стандартном формате, а в формате bullet journal, когда есть коробочка с разными наклейками, с привлекательными штучками, дрючками, и мы, ну, например, для начала просто записываем название прочитанных книг, а дальше, вот здесь справа, например, отмечаем прочитанные странички, или мы записываем открытие каждого дня, что сегодня я открыл в книге, что завтра я открыл в книге, вот всевозможные такие варианты фиксировать свои читательские открытия, пусть даже просто с помощью наклейки или с помощью своего настроения постепенно приводит к более такому осмысленному чтению. и если мы говорим про достижения, то даже когда мы записываем сколько страниц я читаю, это уже приводит к желанию читать все больше, 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 да, некая там доска достижений, кто у нас в этом месяце сколько книжек прочитал. Понятно, что будет желание немножко обмануть и делать вид, что я прочитал, на самом деле не прочитал, но даже на этом мы иногда можем закрыть глаза, само желание брать все новые и новые книги, оно все равно приводит впоследствии к вниманию в библиотеке, к привычке ходить в библиотеку, брать книги и читать. Ну и завершая мы с вами пробежали по этим восьми драйверам увлечения, уверена, что вы их тоже полюбите и будете на них ориентироваться, проектируя ваше мероприятие. Ну а у меня здесь для тех, кто хочет не так бегом-бегом пробежать, а создавать такие приемы сам, приглашение на курс, который начнется в декабре по технологиям вовлечения в обучении, где и технические все вот эти вещи, как делать, да, всевозможные там квесты, квизы и прочие вещи. Так, и вот более детально можно будет разобраться во всех драйверах вовлечения, поиграть в игры, которые проектируют сценарии, ну и погрузиться в эту атмосферу. Безусловно, старителлинг будет тоже у нас в курсе и как еще одна технология привлечения внимания. Здесь для вас «Рояль в кустах» занятие как шкатулка с историями, да, видеозапись, если захотите, потом по QR-коду можно будет открыть. Работа с метафорическими ассоциативными картами, это тоже, да, класс такого творческого самовыражения. И здесь тоже «Рояль в кустах», ну вот там он был, да, по QR-коду можно открыть видео будет потом. И, безусловно, разные варианты подхода к визуализации, к тому, что мы можем, как мы можем подавать книги в современном мире. Но это уже тема другого разговора. Я вам оставила здесь несколько таких вдохновляющих вещей, в том числе, вот когда мы с помощью картин, да, вот это мы летом отправлялись в педагогическое путешествие и тоже своего рода легенду, да, для этого создавали. Мы отправлялись на ретро-поезде, на паровозе, к метеоритному озеру для того, чтобы играть в игры. Такие педагогические путешествия, наполненные атмосферой, наполненные впечатлениями, это то, что вдохновляет нас и чем мы с удовольствием делимся. Вот то, что было в реальности, все игры, приготовление калиток, да, вот, ну, то есть все те законы дизайна впечатлений, которые используем мы и рекомендуем использовать каждому из вас. Они вдохновляют, заряжают, дают энергию, силы и, в общем-то, неиссякаемый источник идей. Творите, да, все типы впечатлений, включайте и запускайте вот этот бесконечный поток фейерверк идей вокруг вас и тогда вы будете заражать всех вокруг, заряжать всех вокруг и получать, главное, обратно, то есть не будет вот этого ощущения выжатого лимона, а постоянно, постоянно будете чем-то подпитываться. Ну, здесь вот несколько еще идей, связанных с кубиками истории, уверена, что вы с ними знакомы, если что, две истории для вас, которые вы можете включить в свою работу прямо завтра и несколько еще здесь сервисов я упомянула, которые можно делать для анимированного видео, но знаю, что у вас в рамках конференции будет отдельная встреча, поэтому это скорее такие здесь запасные слайды на всякий случай, если вам захочется еще куда-то заглянуть, вот оно здесь всего для вас есть. Ну, а так, хотите все это освоить, приходите, мы мастер-классы, вебинары в рамках курса проводим и обязательно играем, когда два часа в игре все эти идеи рождаются у вас, а не только я делюсь своими. Спасибо за внимание, ну и до новых встреч, сейчас, до новых встреч, если захотите, во всех соцсетях я открыта, вижу ваши благодарности, они прям нескончаемым потоком идут, безумно приятно, спасибо вам за то, что сегодня были здесь, и я вижу два вопроса, так, пока не вижу, ну тут вопрос про запись, насколько я знаю, запись будет, но лучше об этом Татьяна ответит еще раз, если что. Ну, а я смотрю чат, спасибо вам, презентацию скачать можно, уже несколько раз говорили где, вот, и там еще что-то про электронную почту, это к организаторам вопроса, я точно на него ответить не могу. Ну что, спасибо вам за внимание, спасибо за вашу энергию, за вашу поддержку, и надеюсь, что хотя бы несколько идей с нашей сегодняшней встречи вы забрали с собой, попробуйте в работе, ну, а дальше вспомните какие-то еще идеи из наших сегодняшних, и на ближайший год точно идей вам хватит, уверена я. Спасибо, что, если есть еще вопросы, я на их, они готовы отвечать, ощущение, что кто-то говорит, нет, Татьяна, не говорите пока, такое шушание у меня параллельно идет, ну что, спасибо за внимание, и до новых встреч, до новых встреч.